Продолжение следует... Профессор Psychomore может за 3 минуты и 20 секунд произвести вычисления, на которые у самого мощного из существующих суперкомпьютеров потребуется 10 тысяч лет. Некоторые считали, что это невозможно, но теперь в Google утверждают, что её технология изменит мир. Квантовые компьютеры не только позволят нам достичь множества практических задач и изменить мир к лучшему, но и понять Вселенную гораздо глубже. Обычные процессоры на такое не способны. Обычные процессоры, о которых говорит Сундар Пачай, это те, что установлены в вашем домашнем ноутбуке, смартфоне или ПК. Они, как известно, работают в двоичной системе, то есть оперируют ноликами и единичками. Квантовые же компьютеры говорят на языке кубитов. Они могут быть равны и нулю, и единице одновременно. То есть такие машины могут обрабатывать большие объёмы данных параллельно. Отсюда и многократное превосходство. Впрочем, конкуренты Google из IBM не разделяют такого восторга. Ведь именно им сейчас принадлежит самый мощный из традиционных суперкомпьютеров. В ответном пресс-релизе они назвали заявления компании Сундара Пачай преувеличенными. Там уточнили, что их компьютеру понадобится для решения оговоренной задачи не 10 тысяч лет, а 2,5 дня. А полученный ответ будет точнее, чем у квантовой машины. Так что не всё так однозначно. Ну, кто же прав? Агентство Reuters обратилось за комментарием к профессору Джону Прескилу, который в своё время и придумал фразу «квантовое превосходство». Если кто-то говорит, что достиг квантового превосходства, это может сбить общественность с толку. Это не означает, что можно выбросить обычный компьютер. Скорее, мы просто приоткрыли дверь к практическому применению квантовой технологии. Мы сможем поиграться с ней и лучше понять, как её использовать в будущем. Я не могу обещать вам, что обычные люди уже через 5 или даже 10 лет смогут ощутить реальные результаты. Скорее, это шаг в неизвестность. Я расцениваю это как передовой рубеж науки. При этом, по мнению профессора Прескила, когда квантовому компьютеру всё же найдут применение, это приведёт, например, к созданию новых полиматериалов, солнечных батарей, лекарств и прорывам в химии и астрономии. Нужно лишь набраться терпения. Продолжение следует...